Музыка Государственные и социальные проекты для особенных детей сегодня крайне необходимы, считают родители и педагоги специализированных учреждений. С наболевшими вопросами обратились к депутату Госдумы от Единой России Оксане Пушкиной. У нас нехватка площадей, нехватка по документам, там по каким-то есть сложности, потому что ни один год не вели профобразование. У родителей это самый-самый больной вопрос. Можно ли попросить какую-то поддержку от вас? Совсем маленькое здание школы «Надежда» давно нуждается в увеличении площадей. Эта проблема не только влияет на качество образования. После девятого класса у ребят нет возможности получать профессиональную подготовку. И это проблема общероссийского масштаба, говорит парламентарий. Мама, у которой ребеночек особенный, не должна переживать за то, что ей некуда его отвезти в школу. Им будет заниматься непрофессиональный человек или слабо профессиональный. И далее заканчивает ребенок эту школу, и дальше чем он будет заниматься до старости лет, как он себя будет обеспечивать, обустраивать. Вот у родителей не должно быть на эту тему никаких проблем в голове. И мы все это можем. Положительным опытом уже могут поделиться некоторые регионы России. Обучение и трудоустройство особенных детей очень хорошо отлажено, к примеру, в Ленинградской области, поделилась Оксана Пушкина. Необходимо лишь перенять и начать применять его на практике. Эта работа уже ведется в рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Новая школа». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.